Впервые по приглашению главного режиссёра Томского театра «Версия» Веры Тютриной случилось событие, давно ожидаемое театральной публикой. Четырёхдневный визит народного артиста России Сергея Юрского в наш город. Волновались все – и хозяева театра, и зритель в ожидании спектаклей, и журналисты, и актёры. Ведь в масштабе мирового театрального искусства Сергей Юрский – это целый мир человеческих эмоций, ярких сценических побед, творческих откровений, способных удивлять, радовать, восхищать. А ещё – размышлять о жизни, которая часто вынуждает нас и печалиться, и огорчаться, и грустить. Программа называется «Далёкое близкое». Это означает, что в нашем сегодняшнем стоянии эти два понятия как-то странно сплетаются, а может быть, даже и смешиваются. Всё начнётся потом, когда кончится это бесконечное душное жаркое лето. Мы надеемся, ждём, мы мечтаем о том, чтоб скорее пришло то, что будет потом. Нет, пока настоящее не начиналось. Может, в детстве, ну, в юности самую малость, может, были минуты, ну, дни, ну, недели. Настоящее будет потом, а на деле, на неделю, на месяц и на год вперёд. Столько необходимо, ненужных забот, столько мелкой работы, которая тоже никому не нужна. Нам она не дороже, чем сиденье за скучным и чуждым столом, чем мельканье чужих городов под крылом. Не по мерке пространства и время края, самолёт нас уносит в чужие края. А когда мы вернёмся домой, неужели не заметим, что близкие все почужели? Я и сам почужел. Мне ведь даже не важно, что шагаю в костюме, неважно отглаженном, Что ботинки нечищены, смято лицо, что на встречных, на женщин смотрю с холодцом. Это не земляки, а прохожие люди. Это всё к настоящему, только при людях настоящее будет потом. Вот пройдёт этот суетный, мелочный, маятный год, И мы выйдем на волю, измучивший клетий. Вот окончится только тысячелетие. Но потерпим, потрудимся, близко уже. В нашей несуществующей сонной душе Всё уснувшее всхлипнет и с криком проснётся. Вот окончится жизнь, и тогда уж начнётся. Позволим себе воспользоваться цитатой из статьи театрального критика Виталия Вульфа. Культура, в её высшем смысле, постоянная сфера обитания Юрского. Он знает цену истории, традиции театра, Напряжённо работает и напряжённо живёт. Ездит по свету, ищет, находит, теряет. Происходит незримая переоценка ценностей. Но надо жить, надо сохранять себя. Это умеют немногие. Юрский умеет. Нужно быть откровенным в том, что мы думаем по поводу сегодняшнего дня. Откровенными. Когда я слышу, что у нас есть такая точка зрения, у нас вообще не было литературы. Вообще. То есть была только та, которая была неподцензурна и была, не существовала, была спрятана. А вышла, вот она есть. А та, что была, прошла хоть какую-то цензуру, она не представляет никакого значения для нас сегодняшних и для мира. То, что для нас сегодняшних не представляет это значение, это серьёзно. Что касается для мира, ну вот я имею много людей, которые мне говорят, вот вы играли Остапа Бендера, вот Золотой Телёнок. Я счастлив это слышать, потому что я думаю, что это действительно замечательное произведение кино. Замечательное. И замечательное произведение литературы. Но для мира ни романа Ильфа и Петрова, ни фильм Швейцера не существует. Мы его не предъявляем в мировом масштабе. У нас же есть там всякие фестивали нашего кино, классики. Это совершенно классика, это народный фильм. Но он наш, и ничего страшного. У нас есть литература, которая была тогда, и которая, вот как будет слово, не отменяется. Для меня никак не отменяется. Поэтому я говорю, что Шукшин, которого я предъявил здесь, Не отменяется. Он не отменяется. Но для мира Шукшин несущественен. Как несущественен швейцер, Как в конечном счете несущественен и Бродский. На наших глазах целый ряд произведений классических, Выдающихся гениям уходит в прошлое. И становится примерно тем, что он для нас Ломоносов, Державин, Великий и Великий. Читать будешь к вечеру? Не будешь. Ну и не надо. Но не уходит в прошлое. Онегин – нет. Ревизор – нет. Конечно, остается. Это живое. А что-то уже отмирает. Поэтому все держать и говорить, И пытаться впихнуть в сознание. У них столько сегодняшних своих впечатлений, Своих привязанностей, Своих любвей к сегодняшним вещам, К их кумирам сегодняшним, Что у них не вмещаются целиком. Если хотя бы частью вместиться, Вот то, что для нас было, И на том спасибо. Снег идет, снег идет, К белым звездочкам в буране Тянутся цветы герани, За оконный переплет снег идет, И все в смятении, Все опускается в полет, Черной лестнице ступени, Перекрестка, поворот, Снег идет. Снег идет, словно падают не хлопья, А в заплатанном салопе Сходит на земь небосвод, Словно с видом чудака С верхней лестничной площадки Крадучись, играя в прятки, Сходит небо с чердака, Потому что жизнь не ждет, Не оглянешься и святки, Только промежуток краткий Смотришь там, и Новый год Снег идет густой, густой, В ногу с ним, стопами теми, В том же темпе с ленью той Или с той же быстротой. Может быть, проходит время, Может быть, за годом, год Следует, как снег идет, Или как слова в поэме Снег идет, снег идет, Снег идет, и все в смятенье, Убеленный пешеход, Удивленные растения, Перекрестка, Поворот. Ленинград второй половины Прошлого века Большой драматический театр Сегодня чувственная память Поколения 60-х, 70-х Хранит спектакли Георгия Товстоногова Как драгоценные воспоминания В чем была магия Этих сценических шедевров? Почему они живут в нашей памяти Десятилетиями? Потому что это был ансамбль, Потому что это было Глубинное проникновение в автора, Потому что это была Блистательно собранная И очень разнообразная Труппа, И потому что был зритель, Который способен Тридцать лет, как вы говорите, Помнит спектакль. Это было особое состояние общества, Общество с голодным сердцем, Которое впитывало в себя, Которое хотело, Которое не под... Не вместе с буфетом, Не вместе с закуской, Не вместе с препровождением времени, Вечернего. А жажда была этого. Теперь этого зрителя Либо совсем нет, Либо он носит Локальный характер. А тогда Это был тот самый зритель, Вы вот о нем говорите, И это правда, Который ехал На большие расстояния, Чтобы смотреть театр. Теперь зрителю подносят На подносе. Это можно все снять, Все, что там, То, что где-то нашумело, Снимается. Можно посмотреть на DVD, Но это же консервы. Евгений Рейн, Карантин. В том году шестидесятом Вез меня нечистый поезд Через глину и долину, Через Волгу и Урал По хлопотам, самосадам И наматывалась повесть. Я еще был молод, То есть жить еще не начинал. Но уже сошел в Ташкенте, Огляделся на перроне, И ко мне явился Среднеазиатский мой собрат. Он пророк и археолог, Так сказал мне, Шуток кроме Новичкам везет, И может мы с тобой Откроем клад. Побывал я в Самарканде, Там, где гур и мир Сверкает голубыми изразцами, Как холодное стекло, Оказался в карантине. Так бывает, так бывает. Я скажу вам, Это время незаметно утекло В этих дореволюционных номерах, Где коридоры переламывались Трижды и четырежды под час, Где ни разу не давали нам Обедов порционных, Где валялись помидоры, Проживал я из лавчаясь, Стратить два рубля не больше на еду, Затем, что деньги нужны были мне И дальше в Фергане, И в Бухаре. И случалось, И, наверное, Это первое падение, Подбирал я сухофрукты На базаре в октябре, Отмывал я их под краном, После баловался чаем, Но не очень интересно Чай в приглядку попивать. И тогда я постучался, Ибо в номерочке крайнем Проживали две девицы, Демонизм и благодать. Та, что демон, Просто дина. Та, что ангел, Ангелина. Чай кипел у них на плитке И сушилось бельецо, Две недели карантина И чудесная картина, Ангелина и Ленина Прямо вам глядят в лицо. Ах, брюнетка и блондинка, Зоотехник и ботаник, И одна из Ленинграда, А другая кострома, Светерочек, сигаретка, Симпатичная бандитка, А другая то, что надо, Так сказала мне сама. Как я понимал обеих, И прожженные солями Эти нежные ладошки Пожимал и целовал, Изводил остаток денег На букеты И ночами выпивал Под радиолу И немного танцевал. Нина или Ангелина, Ангелина или Нина, Черно-белая забота, Бело-черная любовь Тоголовку наклонила Это высшего полета. Нина или Ангелина, Ангелина, Стынет кровь. Я любил вас, Я люблю вас, Больше никогда не видел, Пролетели две недели И сложился чемодан, Но тоска моя, Безмерна, Я любил вас, В самом деле, Я не знал, Что сеть пространства Прохудилась по краям. Вот и вы уплыли тоже, Ни в одном отеле мира, Ни в гостинице районной, Ни в Монако, В казино, Я не встречу вас, Не встречу, Этого не будет больше, Что-то будет, Жду я знака, Но пока мне все равно. В одной из своих книг Сергей Юрьевич, Вы написали, Мой отец оставил мне Свою шкалу жизненных ценностей. Ценностей не оставил, Их у него не было. А вот шкалу оставил. Что же главное в этой шкале? Но шкала-то перевернулась. Она сузилась, Но не перевернулась. Перевернулась. Мы можем взять. Вы понимаете, Что сегодняшний мир, На примере уже упомянутой Шинели Гоголя, Вот этот бедный, Маленький человек, Ничтожный, Но он человек, Это то, Что вело, То, Что было для многих Фундаментом, На котором, Да, Теперь я про это же скажу. Сегодняшний молодой человек скажет, Нафиг он мне нужен. Ценности Сострадания, Ценности Просто того, Что это Божье создание, Ушло. Его нет. Это только насильственно можно. Перевернулось. Чичиков был для нас Отрицательный персонаж. А теперь нет. А теперь нет. Причем не только потому, Что статьи про это пишут, А потому, Что действительно у современного человека, Не нас, Людей середины 20 века, Так сказать, По психологии, А для современного человека. Чичиков? А что такое? Предприниматель? У нас слово предприниматель-то было отрицательное. А теперь это слово не просто отрицательное, А это надежа наша. Предприниматель. Это же изменилось. Вот этой шкале ценностей Еще перевернулся целый ряд понятий. Например, Понятие верность. Это и в супружеской жизни. Понятие того, что наши чувства, наши грехи, наши измены, Это все человеческое, это все существует. Наши предательства. Они есть предмет искусства, это изучается искусством, об этом говорится в романах, в пьезах. Но шкала ценностей, это не то, что святая монастырская жизнь, в которой человек от всего отрекся и безгрешен. Человек ни от чего не отрекся и безгрешен. Вопрос в том, что он сознавал бы, что в данном случае это грех. Это грех. И нарушение верности грех. А сейчас это даже достоинство, потому что превыше верности, допустим, всполохи чувств, всполохи фантазий и просто надоело. Счастье меньше стало или счастье ушло. Я говорю, а главное ли это счастье? Главное ли? Я бы очень хотел, просто не знаю, как к этому подойти. Я вообще Ипсона очень люблю, играл его и ставил. Но советовал бы внимательно молодым, я думаю, что им должно быть это интересно. Вот это должно быть интересно, читать Пергюнта. Читать и попробовать понять. Вот все стадии возможных разнообразий, наслаждений и сопоставления их с тем, что жизнь разбилась на куски и потеряла цельность. Потому что вопрос о том, зачем все это было? Что хотел от меня Бог или я потерял и Бога и все на свете? Во имя кусочков. А цельное ничего не сложилось. Или потерять все, что называется радостями, как это сделала Сольвейк, и просто ждать. Тут нет ответа такого, да, нужно никаких наслаждений, нужно ждать. Нет такого ответа, это неубедительно. Но нету и ответа, да, нужно побывать и там, и там, испытать и то, и то, попробовать сделать. И вернуться потом. И вернуться потом, и вдруг понять, что я за отсутствием верности потерял вообще все. И у меня не осталось ничего, кроме кусочков. Луковичка, вверх, слои снять, 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 а внутри, а внутри ничего нет. Это же не орех, это луковица. Но я вам хочу представить еще одного автора. Автора, опять отскакивающего в былые годы. Автор с трагической судьбой, со странностями фигуры, жизни и даже посмертной странной судьбой, хотя теперь издаваемый, чуть ли не каждый месяц выходит новое издание. Этот автор Даниил Хармс. Илья Павлович родился в 1883 году в Константинополе. Еще мальчиком его привезли в Петербург, где он окончил немецкую школу на Кирочной улице. Потом он служил в каком-то магазине, потом еще что-то делал. А перед самой войной эмигрировал за границу. Ну и ладно. Я лучше расскажу про Анну Игнатьевну. Но про Анну Игнатьевну рассказать не так-то просто. Во-первых, я о ней почти ничего не знаю. А во-вторых, я сейчас упал со стола и забыл, что я хотел рассказать. Я лучше расскажу про себя. Я высокого роста, не глуп. Одеваюсь изящно и со вкусом. Не курю, набега не хожу. Но дам не избегаю. И дамы не избегают меня. Даже очень любят, когда я хожу с ними прогуливаться. Серафима Измайловна не раз приглашала меня в гости. И Анна Кирилловна говорит, что всегда будет рада меня видеть. А с Мариной Петровной у нас вышла забавная история. Забавный случай. То есть случай сам по себе обыкновенный. Но, мол, все-таки забавный. Дело в том, что Марина Петровна, благодаря мне, совершенно облысела. Случилось это вот как. Пришел я как-то к ней, а она тряп и облысела. Вот и все. Что теперь продают в магазинах? Однажды Каратыгин пришел к Тикакееву и не застал его дома. А Тикакеев в это время был в магазине, где покупал мясо, сахар и огурцы. Каратыгин потолкался возле дверей Тикакеева и уже собрался писать записку. Вдруг видит, идет сам Тикакеев с зеленой кошелкой в руке. Каратыгин увидел Тикакеева и кричит. А я у вас тут уже целый час дожидаюсь. Неправда, сказал Тикакеев, я всего только 25 минут, как из дома. Ну, я не знаю, сказал Каратыгин, только я тут уже целый час. Не врите, сказал Тикакеев, стыдно врать. Милостивейший государь, обиделся Каратыгин, потрудитесь выбирать выражение. Я считаю, сказал Тикакеев. Но тут Каратыгин перебил Тикакеев и сказал, ну, если вы считаете... Но тут Тикакеев перебил Каратыгина и сказал, сам-то ты хорош. Эти слова так обидели Каратыгина, что он указательным пальцем надавил на одну ноздрю, а другой силой сморкнулся в Тикакеева. Тогда Тикакеев выхватил из кошелки огурец и ударил им Каратыгина по голове. Каратыгин схватился за голову, упал и умер. Вот такие большие огурцы продались. Спектакли Сергея Юрского, подаренные томскому зрителю. Возможность беседовать с тонким и чутким художником, услышать его оценку спектаклям, поставленным на сцене театра версия. Наконец, мастер-класс с актерами. Все это надолго останется в памяти участников этих встреч. И в результате наградой всем слова, сказанные мастером на прощание. В результате у меня чувство радости от того, что было в эти дни. Сергей Юрьевич, спасибо вам за интервью, спасибо за встречу в Томске, спасибо за ваши спектакли, за талант, за открытость и искренность. И в конце мне бы хотелось для нашей телевизионной публики, для тех, кто вас любит, для тех, кто вас видел, для тех, кто вас помнит и знает, маленький поэтический автограф. Он должен быть маленьким, поэтому и он должен быть запоминающимся, если он будет понял. Это будет Бродский. Подруга милая, кабак все тот же. Все та же дрянь красуется на стенах, все те же цены. Лучше ли вино? Не думаю. Не лучше и не хуже. Прогресса нет. И хорошо, что нет. Пилот почтовой линии один, как падший ангел, хлещет. Водку скрипки еще по старой памяти волнуют мое воображение. В окне маячат белые, как девства, крыши. И колокол гудит. Уже темно. Зачем лгала ты? И зачем мой слух уже не отличает лжи от правды, а требует каких-то новых слов, неведомых тебе, чужих, глухих, но быть произнесенными могущих, как прежде, только голосом твоим. Рядом с автографами корифеев российского театрального искусства, гостей театра «Версия», оставил слова искренних пожеланий коллективу театра народный артист России Сергей Юрский, выдающийся мастер сцены, режиссер, писатель и просто человек, обладающий даром общения, умением размышлять и убеждать, слушать и слышать время, а главное – жить в этом времени сегодня и сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова